Умение армянской стороны, заниматься фальсификациями и придумывать себе великую и многострадальную историю общеизвестно. Кочевой народ, осевший на Кавказе и за счет азербайджанских земель, получивший государственность лишь в XIX веке, на протяжении ста лет настолько изощрялся в выдумках и фантазиях, что в конечном итоге выдумал миф о Великой Армении. Как следует осев на исторических азербайджанских землях, и плетя интриги вокруг Карабаха, армяне параллельно начали заниматься и мелкими делишками, что, однако, никак не умаляет всего ужаса, отвращения и негодования, которые испытывает человек, когда их изучает. Так постепенно, армяне стали замахиваться и на крупных деятелей мировой истории, культуры, науки, техники уже не древнеалбанского и древнекавказского, а мирового масштаба. Так, например, в Армении одно время даже стали ощупывать общественное мнение мира, тихо и неуверенно заговаривая о том, что Наполеон якобы тоже был, армянин, Дед Мороз тоже, Иисус Христос и так далее. Но, увидев, что они этим, во всем мире могут заработать себе славу и имидж фальсификаторов, лжецов и фантазеров и выставить себя на посмешище, армяне от этого вынуждены были отказаться. Итак, армянская машина фальсификации постоянно замахивалась то на одного, то на другого выдающегося государственного или исторического деятеля, выдающегося представителя науки или культуры и постоянно попадала в просаг. Объявить этих людей армянами никак не оказывалось возможным. Но армяне не унимаются. И сейчас армяне замахнулись на выдающегося представителя эпохи Возрождения, Леонардо де Винчи. Перечислять все достижения и заслуги де Винчи не имеет смысла. Одно его имя уже говорит за себя и при произношении имени великого ученого, у знающих людей уже возникают соответствующие ассоциации. Все это мы знаем. Но мы никогда себе не простим самого главного, так называемого факта из биографии великого ученого, изобретателя и художника, который стал достоянием мировой общественности благодаря изысканиям армянских горе-ученых. Оказывается, как сообщили армянские исследователи, языком де Винчи был «армянский». Сайт Армения им опубликовал статью, подписанную Егором Орловым, которому материал предоставил Александр Бакулин. В статье под заголовком Леонардо де Винчи писал шифровки на армянском и бывал в Армении, правда или вымысел, автор серьезным образом утверждает, что еще в 20-х годах прошлого века писатель Кастан Зарян начал интересоваться этой темой. Глубоко интересуясь многогранной деятельностью великого ученого, Зарян стал придумывать всякие небылицы о нем. А сейчас немного фантастики. Так, московский поэт и художник Ашот Саградян в своих мемуарах, высказываясь об одной из встреч с Заряном, сказал, что последний поведал ему свои мысли о пребывании в Армении великого ученого Леонардо де Винчи. И вот отсюда, собственно, и начинаются фантазии и страшные сказки Саградяна. Он пишет, что Кастан Зарян однажды читал Атлантическую книгу де Винчи, держа ее перед зеркалом. Леонардо был левша и ему, видать, сподручнее было писать левой. Впрочем, если присмотреться, все линии на его рисунках тоже идут слева направо, сказал Саградян, передавая слова Заряна. Боясь преследований, де Винчи писал ряд своих произведений шифровками, чтобы преследователям не удалось их расшифровать. Ну, такие времена были. Повсюду гуляла Инквизиция. Саградян затем спросил Заряна, что же вы, собственно, вы читали из Атлантической книги де Винчи, что позволило вам найти связь между ним и Арменией. И тут больное воображение Заряна позволило себе вовсю выплеснуться наружу. А то, что два года, якобы выпавшие из его биографии, Леонардо провел в Армении, в области Торон, и даже описал наводнение, имевшее там место. А еще, и это, видимо, самое главное, Леонардо вывез из Армении в базиличную Европу купольный принцип архитектуры, давший стремительный толчок всему европейскому храмовому зодчеству. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в маленьком городе Винчи, неподалеку от Флоренции. Он появился на свет вследствие любовной связи нотариуса Пьеро и крестьянки Катерины. Официальный союз биологических родителей Геня был невозможен, по причине того, что девушка происходила из низшего сословия. Леонардо не имел фамилии в современном смысле. Да Винчи означает, что он родом из городка Винчи. Полное его имя звучит как Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи. В 30 лет Леонардо уже известный мастер, востребованный живописец. И вдруг он исчезает на 3 года. До сих пор никто не знает, чем он занимался и где был все это время. Есть только два косвенно подтвержденных предположения. Первое, он путешествовал. Второе, был в тюрьме. Найдены наброски, как совершить побег и запись в дневнике «Ты вверг меня в темницу». Бесспорным фактом жизни художника является его привязанность к Монни Лизе. Неоспоримо мистическая загадка картины. Меняющийся изгиб губ, пульсирующая жилка на шее, живая плоть. Она написана так, что любой может содрогнуться и испугаться. Существует мнение, что именно Джаконда изобрала жизнь у великого художника. О-о-о, боже! Какой грандиозный полет мыслей и фантазии. И причем, с нацеленностью, уже на будущие времена. Эта фантазия армянских горе-ученых ожидает принести не менее страшные плоды, нежели их утверждение о том, что первыми архитекторами, которые строили египетские пирамиды, были армяне. Посудите сами, в случае с пирамидами, армяне оказались посмешищем. Но главного они, как ни странно, сумели добиться. Для армян, в таких вопросах важен не столько сам результат. Для них главным является то, что о них будут говорить. В плохом ли, хорошем ли качестве, не важно. Главное, о них заговорят. А если в их ложь поверят и примут, еще лучше. И сейчас, на данном этапе, армянская сторона занимается примерно тем же. Не имея реальных ученых, исследователей, армяне замахиваются на великих титанов и гигантов ученого сообщества мирового масштаба. Именно с этим и связано их шокирующее утверждение, Леонардо, несомненно, знал армянский. Оказывается, Леонардо да Винчи еще заинтересовался и языком народа, который на протяжении всего своего существования кочевал из одного пункта в другой, пока не свалился на нашу голову и не обосновался на Кавказе. Да Винчи выучил язык рабов и начал на нем делать какие-то записи. Курам на смех. На самом же деле, когда армяне говорят о своем утраченном так называемом величии, следует понимать, что речь идет о парфянском государстве и народе, которые существовали на месте нынешней Армении. Речь идет о государстве Урарту, которое к нынешним армянам никакого отношения не имеет. Речь идет о крупных и беспрецедентных хищениях армянами церквей христианской Кавказской Албании. Речь идет о присвоении наследия народов Кавказа. И теперь, армянская пропаганда задействовала другой и очень схожий процесс. Она стала заявлять о том, что Леонардо да Винчи делал какие-то записи на армянском. Он боялся преследователей и решил оставить записи на армянском. Возможно, полагал, что вся Европа вместо английского – в будущем. После исчезновения Инквизиции, будет говорить на армянском языке и тогда, и расшифруют армянские лжеученые его записи. Первый шаг к объявлению да Винчи армянинам сделан. Посмотрим, каковы же будут их дальнейшие шаги. Вообще-то предлагаем армянской стороне не утруждать себя постоянными причислениями к армянству. Тех или иных деятелей. Не лучше ли удобнее всего? Взять да объявить армянами, сразу самих прародителей человечества, то есть, Атама и Еву, и дело с концом. Уверен, в мире найдется немало тех, кто поверит и в это. Уверен, в мире найдется немало тех, кто поверит и в это.